Вы еще не начали возвращать деньги с покупок? Тогда зарегистрируйтесь в EPN Cashback. Высокий процент, быстрый вывод средств любым удобным для вас способом. EPN Cashback Ник Мора рекомендует. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня покажу вам фоторюкзак от компании Каден. Есть такой вот сразу чехол у нее и расцветка довольно интересная. Что мне приглянулось сразу же. Хотя расцветки есть различные. Начиная от светло-серых, темно-серых. Кончаю такими вот непонятными цветами. То ли это темно-синий, то ли темно-синий серый какой-то. Но выполнен довольно интересно. Вот есть сразу логотип Каден узнаваемый. Сразу пройдемся по отделам. Есть отдел на замочке. Внутренняя, кстати, подкладка светлая. Две сеточки для батареек, проводов и так далее. Сюда еще что-нибудь закидывать можно документы. Сбоку у нас идет вот такой вот ремешок, или как его называют, две молнии. С ручкой открываем. На липучке открывается и достаем свой фотоаппарат. Я думаю, довольно удобно сделано. И также здесь на этой вот створке есть еще и карман на липучке. Но сюда можно, я не знаю, что закинуть. Телефон тот же самый, можно запихать. И также это все легко закрывается. Залепили и застегнули. С другой стороны точно так же есть такая вот ручка. Спокойненько открыли на липучке. Отстегнули. И здесь на этой створке уже два кармашка, но маленьких. Скорее всего для каких-нибудь батареек. Для фотоаппарата или видеокамер. Кстати, липучки очень жесткие. Потому что они еще новые. Жесткие. Это уже пока неудобно. На первый взгляд. Но я думаю, я надеюсь, что они немножко разработаются. Хотя карманы более плотные. Сюда с трудом-то и влазят пальцы. Но думаю, батарейки их немножко растянут. Итак, также это все можно дело достать, естественно, отсек. И получается вот такой вот карман. Можно использовать рюкзак просто как не фотосумку, а как простую сумку. Кстати, сумка такая какая-то универсальная. Я не сказал бы, что это похоже сильно на рюкзак. А на какую-то такую полуделовую сумку. Хотя она никак не тянет на деловую сумку, потому что у нее есть шлейки. Сами это видите. Прекрасно. У вас шлейка немножко выгнутая, довольно толстая. Есть также сеточка. Но сеточка уже во всех рюкзаках есть. Поэтому я думаю, это обсуждать не стоит. Также есть двойная ручка. Вот здесь вот. Вот этот вот убирается. И ручку можно объединить в одну. Как бы застегнуть. Есть кнопка. Раз и получаем цельную ручку. Вот так. Также ее расстегиваем. И здесь у нас две собачки, чтобы сумку открыть. Здесь у нас довольно толстый карман. О, сюда у меня еще и планшет влезет. Даже сюда еще влезет и 13-дюймовый ноутбук. Это 100%. Сверху у нас есть сеточка короткая. Закидывать принадлежности. С обратной стороны два кармана. Так, что у нас по этим карманам? Рука почти залазит. Оба одинаковых размеров. Также принадлежности. Этот сек можно отстегнуть. Здесь вот так же все на липучках. Липучки очень плотные, жесткие. Поэтому даже от хорошей тяжести сверху они просто-напросто никак туда не упадут, не оторвутся. Как ты не пихай. Видите, все равно что сидит на своем месте. Довольно качественно все продумано. Итак, давайте теперь пройдемся, наверное, по отсеку для линз. Так, силикогель убираем. Здесь у нас также есть еще резинка. Скорее всего, просто здесь вот делать фиксацию. Но по отсекам здесь вот, в принципе, все понятно. Раз, два, три, четыре ячейки. Две маленькие, две большие, точнее перегородки, которые можно также отстегнуть. И, например, сделать немножко больше отсек или немножко полностью освободить. Вот так. И здесь уже намудрить, я не знаю, что-нибудь придумать свое. Стенки жесткие, сами по себе. Тяжело их согнуть. И также довольно мягкие. Ну, как раз для линз, для фотоаппарата. И можно, кстати, сделать наоборот. Можно сделать вот так вот. Большие поставить по бокам. А маленькие поставить, например, две маленькие сделать повыше. И одну, например, вот сюда вот на край. Почти на край. Но липучки очень жесткие, сильные. Не успеешь дернуть, они уже сразу прилипают. Ну, как-то так. Все это выглядит. Довольно качество сразу чувствуется. Да и видно. Мне лично на камеру это не передать, скорее всего. Но скажу, что все очень довольно качественно выполнено. Так, что же дальше у нас по рюкзаку. Здесь все мы прошлись. Карманов достаточно, очень много. И можно использовать как фотосумку, так же и просто как рюкзак. Так. Вот это вот стегнуть, кстати. Вот что заметил. Вот эта перегородка средняя, она полностью не отстегивается. Она просто вот так можно вниз ее раз расположить. Она будет вот в таком положении. Потому что здесь она пришита. Здесь она не отстегивается. Не знаю, плюс это или минус. Но я думаю, плюс. Так как у вас дополнительно получается стенка толще и мягче. Поэтому сюда можно закинуть уже довольно емкие. Если посмотреть, то очень много места. Сколько литров я не знаю. Точно не написано. Хотя здесь может быть и написано. Нет. На бирке нигде не написано. Какой объем рюкзака. Вот как-то так, ребят. Регулировка, кстати, большая. И также есть еще нижний пояс регулировочный. Который также можно полностью убрать. Если он вам не нужен. А если, например, рюкзак у вас полный. Вы его хотите немножко прижать к своей пояснице. То на пузо одели. Застегнули. И все. Зафиксировали. Также регулировка большая. Для больших пузатых мамонов также подойдет. Вот так. Так, смотрим по удобности. Как у нас быстро влезет или не быстро. Так, ставим перегородку на место. И я вот положил сюда фотоаппарат. Сюда линзу. И хочу быстро это вставить дело. Быстро вставил. Только с другой стороны выскочило. Так, надо закрыть один карман. Так, давайте это все дело. Оп. Закрываем. Ну, в принципе, влазит без всяких проблем. Раз. На липучку. И закрываем. Так. Вот так все это дело выглядит как-то. Вот такой, ребят, рюкзак. В принципе, как фотосумка, конечно, довольно интересный рюкзачок. Я ничего не могу сказать. Разместить штатив. Да, вы сюда эти распрямили, сделали побольше. Поставили штатив и зафиксировали его. Вот она для чего. Хорошая плюшка дополнительная. Получается, это полноценный фоторюкзак. Штатив есть. Отдел для линз и камеры есть. Также для флешек, для батареек, для проводов. Сверху можно накидать зарядки и всего-всего поболее. Застегнули. Зацепились. Взяли и пошли. Или в руке. Или на плечи. Интересный вариант. Ткань также годноотталкивающая. Так же, как было с рюкзаком King Song. Абсолютно одинаковая ткань. Хотя, если сказать по секрету, эти рюкзаки шьются на одном производстве. Просто разные бренды. Вот так. Поэтому здесь сомневаться не стоит, что качество плохое. Качество обалденное. И вот этот новый материал, он мне очень понравился. King Song, кстати, стал моим основным повседневным рюкзаком. Хотя он не фоторюкзак. А этот уже подойдет для тех людей, кто очень много любит фотографировать или делать видеосъемку. Ну, мужской вариант такой. Хотя вот этот вот конкретно. Я бы сказал бы, что он такой, как сказать, наполовину полуженский, полумужской цвет. Хотя более темный. Ну, расцветки есть различные. Можете переходить по ссылке, ознакомливаться с описанием данного рюкзака. И также посмотреть, какие есть еще дополнительные расцветки. Все, ребята. Если видео понравилось на обзор данного рюкзака, не забываем поддержать меня пальчиком кверху. Подписываться на канал. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok